МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорь Кошин посетил Наринмарскую электростанцию Наринмар-Дориум-Строй. Глава региона пожелал успехов новым руководителям и обсудил с ними перспективы предприятий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неуважение к памяти тружеников Печорского лесозавода проявили неизвестные, повредившие памятник в новом поселке. Идет разбирательство. С миру по нитке. Отделение Красного Креста в Ненецком округе собирает средства для помощи беженцам из Украины. Пожелать успехов на новой должности и поговорить о перспективах развития. Делегация под руководством временно исполняющего обязанности губернатора округа Игоря Кошина посетила важные для округа объекты. Встретилась с коллективами и представила новых руководителей. Наринмарская электростанция Наринмар-Дориум-Строй объекты стратегически важные для развития всего региона. Поэтому однозначенцев ждут системного управления и эффективных решений. Петр Поздеев знает Наринмарскую электростанцию изнутри. За спиной более 30 лет стажа, в том числе на руководящих должностях. В недавнем прошлом начальник газотурбинного цеха знаком с планами и перспективами предприятия не понаслышке. Я работал на основном оборудовании, поэтому ответственность была и тогда, но сейчас за все предприятие безусловно. Очень волнительный день, честно говоря. Поэтому волнение обязательно есть. Ну и надежда на коллектив, на оборудование. Я думаю, все будет хорошо. Новое руководство пришло и в Наринмар Дориумстрой – предприятие, с которым округ связывает большие надежды. Коллектив в беседе с главой региона выразил обеспокоенность недостаточными объёмами работ. Игорь Кошин заверил, полномочия по дорожному строительству перейдут от Архангельской области в НАО вместе со всеми остальными в январе 2015 года. И тогда про отсутствие заказов можно будет забыть. Ещё одна проблема Дориумстроя – дефицит оборудования. Всего на балансе числятся 50 единиц техники, большая часть из которой уже устарела. Брать технику в лизинг или использовать возможности бюджета и кредитования – сегодня предприятие ждёт эффективных управленческих решений. Задача поставлена тяжёлая, но я думаю, её выполним при поддержке губернатора и различных органов власти. Задача выполнимая, объёмы работ нам губернатор пообещал обеспечить, наше предприятие. А программу развития мы составим, скорректируем её. Я думаю, к концу года предприятие должно выйти хотя бы в ноль, без убытков. В завершении поездки Игорь Кошин проинспектировал строящиеся объекты в новом квартале на авиаторов. По материалам и рабочей силе проблем нет. Все обязательства по строительству выполняются в срок. Один из домов застройщик планирует сдать уже в конце сентября. Всего до окончания года по плану в округе появятся 520 новых квартир. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Тревожные новости пришли из Усть-Кары. Накануне в посёлке произошёл пожар, в котором погиб один человек. Возгорание обнаружили соседи. Подробнее о случившемся по телефону из Усть-Кары нам рассказала глава муниципального образования Евгения Миличкина. Возгорание произошло в районе 3 часов утра. Муниципальный жилой дом на две квартиры. Дом старый, может быть, годов 60-х постройки. Проживало 4 человека. Пострадал один человек, мужчина 50 лет. Удушье погиб при пожаре. Пожар начался с квартиры. Вот кто погиб, выгорела его квартира. А так потушили вовремя. Пламя не вышло, кровля не пострадала. Только его квартира. А в Наринмаре неизвестные разбили мемориальную доску, установленную в новом поселке в честь тружеников Печорского лесозавода. Сейчас полицейские ищут хулиганов. Осколки от памятной доски были разбросаны по всей аллее. Но вот видно, что кто-то из неравнодушных уже пытался ее собрать прямо на земле. Впрочем, не хватает несколько кусочков. Найти рядом нам их не удалось. Эта женщина, одна из первых, обнаружила разбитую мемориальную доску. В целях своей же безопасности, имя и фамилию она предпочла не говорить. Это не люди. Это нам память. Это мы работали на лесозаводе. Это нам такая большая честь людям. Это завода честь такая большая. Со слов женщины, памятную надпись неизвестной разбили в субботу вечером. Хотя часть мемориальной доски была испорчена еще в пятницу. Тогда хулиганы отломили от нее всего несколько кусков, а через день решили окончательно добить. Видимо, посчитали, что так будет правильнее. Я прихожу, вот, в субботу, все разбито. Я в пятницу принесла новую банку, цветы мы срезаны. Вот цветов я сейчас желтых не вижу, а банку расколотили. Местные жители нового поселка о случившемся сразу же сообщили в полицию. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Свидетелей найти пока не удалось, да и камер наружного видеонаблюдения, к сожалению, поблизости не оказалось. А когда это сделали? Да кто, кто ее, кто? Ну кто там? В ходе осмотра аллеи были обнаружены кусочки памятной доски. Сотрудники полиции опросили очевидцев и заявителя. В настоящее время проводится проверка по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Министерской Федерации. Мемориальная доска была установлена в сентябре прошлого года. Позднее ее должны были заменить на памятник к труженикам Печорского лесозавода. Если тех, кто причастен к этому нечеловеческому поступку, все же найдут, их ожидает уголовная ответственность. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. С каждым днем увеличивается количество беженцев с юго-востока Украины в Россию. По данным на 1 июля, в пунктах временного размещения российских регионов находятся почти 17,5 тысяч украинских беженцев. Всего для оказания помощи гражданам с Украины развернуто 250 пунктов временного размещения. В Нинский округ также прибывают граждане, покинувшие небезопасные районы Украины. Беженцами официально признают тех жителей Украины, которые при пересечении границы оформляют необходимые документы и получают справку о статусе беженца. Впрочем, тем, кто покинул неспокойные районы соседнего государства и не получил статус беженца, в Нинницком округе оказывают посильную помощь. Региональное отделение Российского Красного Креста организовало сбор средств для пострадавших и бежавших от военных действий на Украине. В первую очередь, чтобы решать вопрос трудоустройством, чтобы какой-то был заработок существования у данных лиц, самым элементарным нужно пройти медицинскую комиссию, чтобы работодатели их смогли взять. Ну и какую-то первоначальную помощь, когда они прибывают в округе. Соответственно, хотелось бы обратиться к всем жителям округа, оказать посильную помощь на те реквизиты, которые будут сообщены отдельно. Перечислить денежные средства можно на расчетный счет, который вы видите на экране. При перечислении средств необходимо сделать пометку с указанием целевого платежа для помощи жителям Украины, которые прибыли на территорию Ненецкого округа. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, и вот что увидите далее. Праздник в деревне. Верхняя пёша с размахом отметила свой юбилей. Жители и гости приняли участие в веселом гулянии, а сотрудники администрации округа и Заполярного района оценили строительство соцобъектов в Нижней пёше. В нашем выпуске репортаж с места событий. Редактор субтитров А.Семкин Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 211717. Мы продолжаем выпуск. 1 июля в многофункциональном центре начался приём заявлений на выдачу универсальных электронных карт. Она объединяет в себе идентификационную и платёжную функции. Это позволяет использовать карту как аналог удостоверения личности в электронной среде и осуществлять платежи. Это безопасный и удобный инструмент, открывающий доступ к государственным, муниципальным и коммерческим услугам в электронном виде. Универсальная электронная карта – это не только СНИЛС и страховой медицинский полис, но и банковская карта. А в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, она может использоваться как документ, удостоверяющий личность. То есть карта содержит все сведения её владельца и позволяет ему получить доступ к различным услугам. Список приложений будет расширен, говорят разработчики. А пока карта активно внедряется на территории России, в том числе и в Нинницком округе. По данным МФЦ, уже 8 человек изъявили желание получить универсальную карту. Заявление принимается в многофункциональном центре по адресу улица Ленина, дом 27В. При себе необходимо иметь паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Грандиозное торжество в Верхней Пёше. Деревня отметила юбилей 190 лет со дня образования. В праздничный день населённый пункт превратился в одну большую концертную площадку. Для местных жителей и гостей выступил творческий хор русской песни. Впрочем, зрители ждали и другие приятные сюрпризы. Мои коллеги побывали на празднике и убедились в том, что гуляют в деревнях по-особому. Как говорят сами жители, с русской душой. Олег Котанзейский продолжит. Калинка-малинка в исполнении местного хора русской песни вскружит голову любому. Впрочем, веселиться здесь даже приглашать никого не нужно. От праздничной атмосферы и заводных русских мелодий ноги сами пускаются в пляс. Не стуются в стороне и самые маленькие жители деревни. На одной сцене практически двухвековые национальные традиции деревни. Все творческое богатство верхней пёши. Пленительные танцы и завораживающие пение. От происходящего сложно отвести взгляд. На время праздника численность деревни выросла практически вдвойне. У нас деревня маленькая. Сейчас смотришь по наполняемости. Достаточно гостей много. Больше половины здесь. В юбилей родной деревни отметили тех, кто внес вклад в развитие верхней пёши. Благодарственные письма и ценные подарки получили сразу несколько человек. Например, Лия Зметная. Она воспитала десятерых детей. Причем одна без мужа. Через несколько дней она отметит уже свой юбилей. Ей исполнится 80 лет. 60 из которых Лия Зметная прожила на этой земле. Ну и все пришлось. И хорошее, и плохое. Все пришлось одной переживать. Я здесь как уже на родине своей. И мне она уже приклянулась, полюбилась. Подарки самой пожилой жительнице деревни вручили прямо у нее дома, Анне Кирюшиной. Сложно передвигаться. Скоро ей исполнится 90. И все эти долгие, но счастливые годы она посвятила верхней пёше. Здесь она родилась, пережила войну, а затем создала семью. И переезжать отсюда в город ей так не хочется. Но надо. В Наринмаре за Анной Фёдоровной будут присматривать ее дети. Вот не ухода бы, конечно, тянет домой, тянет. Уеду в Наринмаре, там мне не нравится, это климат там. А у меня, видишь, кругом лес, кругом дерево, меня тянет домой. Тут у меня Иисус Христос, спаситель мой тут. Поздравить деревню с крупной датой приехали и первые лица Ненецкого округа из Заполярного района. С собой привезли подарки и теплые слова. И позвольте мне от всей души поздравить вас с этим событием, выразить слова самой искренней благодарности за ваш труд. Низкий вам поклон. Спасибо вам за все. Вы самые лучшие, вы самые красивые. Мои фотографии с жителями сероверхние пёши висят в кабинете. И сенаторы приходят и говорят, где же живут такие красавицы. Огромное спасибо всем вам, труженикам, рыбакам, охотникам, оленеводам, кто трудится на земле, потому что вашими руками, вашим трудом создана эта прекрасная деревня. От такого зрелища у Алексея Михеева даже стихи родились. Посвятил он их, конечно же, этой замечательной деревне. Верхняя пёша – деревня у речки. Чудный и милый, прекраснейший край. Верхняя пёша – не просто деревня. Верхняя пёша – наш северный рай. В честь юбилея Верхней пёши Дом культуры организовал различные выставки и презентации. Вот здесь на фотографиях можно увидеть жизнь местных охотников и рыбаков. А это небольшой музей. Его назвали «Забытой стариной». Однако забыть такое, конечно, невозможно. Сейчас мы находимся в настоящей кладовой истории. Здесь хранятся вещи, которые когда-то использовались жителями деревни Верхняя пёша. К примеру, вот такой патефон. Такой, наверное, сейчас можно увидеть только в музеях. Или карманный фонарик советских времён. Интересная вещь. Затем прялка ножная. А это диван, который изготовлен в столярной мастерской деревни Верхняя пёша. Сложно представить, но ему уже больше 70 лет. Такие были здесь мастера. Всё делали сами. Могли и печи ложить, и всё делать могли сами. Этот грандиозный праздник поразил всех и зрителей, и даже самих участников тем, что им удалось раскрыть и показать ту самую русскую душу. А завершилось гуляние, как положено, настоящим деревенским застольем. Голодным отсюда точно никто не ушёл. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич. Телеканал «Север». Верхняя пёша. Представители администрации Ненецкого округа из Аполярного района после празднования юбилея Верхней пёши отправились в Нижнюю, чтобы на месте лично осмотреть возводимые социальные объекты, а именно физкультурно-оздоровительный комплекс и школу. Ходом работ подрядчиков власти остались довольны. Так, например, физкультурно-оздоровительный комплекс в Нижней пёше уже готовят к сдаче. Осталось навести порядок на территории спортивного сооружения. Убрать строительный мусор и облагородить газон, а также завершить косметический ремонт внутрь здания и поменять пожарную трубу. Новый долгожданный комплекс для местных жителей, которого они ждали почти три года, откроют в ближайшее время. Посетили в Нижней пёше представители власти и строительную площадку, где возведут школу, рассчитанную на 110 мест. Её построит архангельская компания. Новое образовательное учреждение по документам должно распахнуть свои двери в сентябре 2015 года. Никаких срывов по срокам быть не должно, в деревне есть весь необходимый материал. Заверили рабочие. Мы вновь прервемся на рекламную паузу, и вот что вы увидите далее. В день Владимирской иконы Божией Матери в Нининском округе совершили крестный ход в Пустозерск. Участие в нём приняли несколько десятков человек, в числе которых был и глава региона Игорь Кошин. Когда хочется побаловать любимых вкусными блюдами, выпечкой, десертом, а времени нет, всегда рядом обедов. Незабываемые банкеты, праздники, юбилеи в столовом комплексе обедов. Блюда на любой вкус. Аппетитные кондитерские изделия. Кулинарная продукция. Сделайте предварительный заказ и в назначенный час забирайте выбранные вами блюда. Телефон 4-23-03. Адрес улица 60 лет октября, 57. База «Строитель» реализует пиломатериалы длиной 4,6 метров. Цемент, фасовки по одной тонне и 50 килограммов. Газосиликатные и пенополистирольные блоки. Металл в широком ассортименте. Утеплитель плитами и рулонами. Панеру, сухие смеси, эмали, водоэмерсионную краску и многое другое. Магазин. Поселок Качгард. Улица 60 лет октября, дом 30. Торговый отдел. Улица Заводская, дом 2, вход с торца, второй этаж. Склад находится на территории лесозавода. Телефоны для справок 8-911-654-13-15 и 8-911-556-04-25. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. Прихожане Богоевленского храма во главе с епископом Наринмарским и Мизенским Иаковым совершили крестный поход в Пустозерск. Традиционно летом паломники со всей России, иногда из-за рубежа, на катерах прибывают на место первого города Заполярья. Верующих сопровождала наша съемочная группа. Там, где сейчас летают вертолеты и ездят снегоходы, когда-то человек пробивал себе путь упорством, мужеством и иконой. Пустозерск – первый русский город за Полярным кругом, принимает гостей. Крестный поход во главе с епископом Наринмарским и Мизенским Иаковым приурочен ко дню Пресвятой Богородицы Владимирской. Верующих сопровождает икона, связанная с событиями, столь же древними, как сам Пустозерск. Чудесным образом Матерь Божия своим заступничеством спасла. Отечество наше и Ахмат с бесчисленным воинством бежал с берегов Угры, устрашившись даже сделать первый шаг к битве. Для того, чтобы доставить всех желающих принять участие в молебне, понадобился десяток катеров. Не смутила верующих даже прохладная погода с ледяным ветром на печуре. Среди собравшихся – взрослые дети, работники администрации, полицейские и казаки. Зам. директора Пустозерского музея Елена Елисеева рассказывает об истории города. Вот видите, вот крест стоит. Вот это как раз место, где находился старый склад. И вот так и называли старый склад. И это место, где был печал, куда печаливали корабли, в том числе и морские, в том числе и иностранные. Епископ Наринмарский Мизинский Иаков отметил, что крестный поход в первый русский город совершается епархией не в первый раз. Для участников это нечто большее, чем возможность прикоснуться к истории и культуре. У нас есть замечательное время. Летний крестный поход и зимний крестный поход. И очень многие люди, вот сегодня приехали из Петербурга, из Москвы, из Тулы, становятся в этот строй родителей и созидателей России. Крестные походы в Пустозерск – это часть проекта «Русская Арктика». Традиционно они проводятся весной, когда спадают морозы, и летом, привлекая к Пустозерску внимание не только паломников, но и туристов. Дмитрий Щепанов, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Министерство культуры Российской Федерации проводит пятый межрегиональный смотр деятельности оттокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. По итогам второго тура решением оргкомитета смотра в числе победителей признано Государственное бюджетное учреждение культуры и однокультурный центр Ненецкого автономного округа. Заключительный этап смотра пройдет с 11 по 14 июля в Республике Бурятия. Специалисты примут участие в научно-практической конференции и в церемонии награждения, а также проведут и посетят мастер-классы. В смотре этнокультурный центр Ненецкого округа принимают участие уже в третий раз. Первые два года, 2009-2012 год мы принимали участие, входили в десятку самых лучших этнокультурных центров. И в этом году нам опять повезло, что мы попали в десятку лучших этнокультурных центров Российской Федерации. Мы направляем нашего специалиста, методиста отдела декоративно-прикладного творчества Александра Алексеевича Литкова, который представит экспозицию этнокультурного центра и сувенирную продукцию в своих изделиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова